Данте Алигери. Часть первая. Ад. Песня первая. Поэт рассказывает, что заблудившись в темном дремучем лесу и встречая разные препятствия для достижения вершины горы, он настигнут был Вергилием. Последний обещался показать ему муки грешников в аду и честилище, и сказал, что потом Беатрича покажет поэту райскую обитель. Поэт последовал за Вергилием. Когда-то я в годину зрелых лет в дремучий лес зашел и заблудился. Потерян был прямой и верный след. Нет слов таких, чтоб имя я решился лес мрачный и угрюмый описать, где стыл мой мозг и ужас тайный длился. Так даже смерть не может устрашать. Но в том лесу, зловещей тьмой одетом, средь ужасов обрел я благодать. Попал я в чащу дикую. Нигде там я не нашел, объят каким-то сном знакомого пути по всем приметам. Пустыня передо мной была кругом, где ужасом невольным сердце сжалось. Я увидал перед собой потом подножие горы. Она являлась в лучах светилы радостного дня и светом солнцу сверху позлощалась. Прогнавшим страх невольный от меня, в душе моей изгладилось смущение, как гибнет тьма от яркого огня. Как выброшенный на берег крушения в борьбе с волной измученный пловец глядит назад, где море выступление. Ему сулит мучительный конец. Так точно озирался я пугливо, как робкий, утомившийся беглец. Чтоб еще раз на страшный путь тоскливо, переводя дыхание, взглянуть, до ныне умирало все, что живо, свершая тот непроходимый путь. Лишившись сил, как труп вознеможения, я опустился тихо отдохнуть. Но снова, пересилив утомление, направил шаг вперед по крутизне, все выше, выше каждое мгновение. Я шел вперед, и вдруг навстречу мне явился барс, покрытый пестрой кожей и с пятнами на выгнутой спине. Я, как врасплох застегнутый прохожий, смотрю. С меня он не спускает глаз с решимостью на вызов мне похожий и заграждает путь на нем ложась. Так что я думать стал об отступлении. На небе утро было в этот час. Земля очнулась после пробуждения, и плыло солнце в небе голубом. То солнце, что в одни миротворения зажглось впервые, встречено кругом сиянье звезд с их ясным, кротким светом, ободренным, веселым, светлым днем, румяным и торжественным рассветом. Я воносил без страха барса гнев. На но, но новый ужас ждал меня при этом. Предо мной вдруг очутился лев. Назад закинул голову. Он гордо шел на меня. Стоял я, присмирев. Смотрел в глаза. Толкалчно он и твердо, что я, как лист, затрепетал тогда. Гляжу, за ней, за одним, видна волчица морда. Она была до ужаса худа. Ненасытимой жадностью казалась волчица подавляема всегда. Уже не раз перед людьми являлась она, как гибель их. В меня она чудовищными взглядами впивалась и стала вновь отчаянно полна моя душа. Исчезла та отвага, которая вести была должна. Меня на горы вверх. Как жадный скряга, рыдает потерявший капитал, в котором видел счастье, жизнь и благо. Так перед диким зверем я рыдал, путь пройденный, теряя шаг за шагом. И снова вниз по крутизне сбегал. К тем бездным и зияющим оврагам, где блеск солнца видать уже нельзя, и ночь темна под вечным черным флагом. Стремиться на стремнину вниз скользя, я человека встретил той порою, безмолвия собой изобразя. Он словно так был приучен судьбою, к молчанию, что голос потерял. Увидя незнакомца пред собою, в пустыне мертвой громко я возвал. «Кто б не был ты, живой или привидение, спаси меня!» И призрак отвечал. «Когда-то был живое я творение, теперь перед тобой стоит мертвец. Я в Мантуе рожден в одном селении. В Ломбардии жил прежде мой отец. Жить начал я при Юлии и в Риме. Век Августину долго жил, наконец. Когда богами ложными своими считали люди идолов своих. Тогда я был поэт, писал стихи и ими. Инея воспевал и те года, когда распались стены Илеона. А ты зачем стремишься вниз сюда? В обитель скорби, скрежета и стона? Зачем с пути к жилищу вечных благ, Под благодатным блеском небосклона, Стремишься к ним неудержимо так? Иди вперед и не щади усилий. И, покраснев ему, я сделал знак и выпросил. Уже ли ты, Вергилий, поэта всех величия и свет? Пусть о моем восторге и о силе Моей любви к тебе, святой поэт, Расскажет слабый труд мой и творение, И то, что изучал я много лет Великие твои произведения. И здесь дается сноска, что еще до появления божественной комедии Данте был уже известен как автор многих произведений на латинском и итальянском языках. Смотри, я перед зверем трепещу, Все жилы напряглись, ищу спасенье. Певец твой, я помощь ищу. Ты должен поискать пути иного, И этот путь я указать хочу. Услышал я из уст поэта слово Знай, страшный зверь, чудовище давно Пусть этот заграждает всем сурово И губит и терзает всех равно Чудовище так жадно и жестоко, Что вечно не насытится оно И жертвой рвет оно в одно мгновение ока К нему на смерть несчетное число Творений жалких сходит издалека И долго будет жить такое зло Пока пес ловчий зверем не сразится, Чтобы вредить уж больше не могло. Пес ловчий, так называл Данте, Владельца Верона и Кана Гранде де ла Скал Известного своей храбрости и благородством. Имя пес он получил по свидетельству Своих современников из-за того, Что его мать во время беременности Видела сон, будто она разрешилась От бремени собакой. При жизни его называли великим За подвиги. Именно при его дворе Данте, изгнанный из Флоренции, Нашел себе пристанище. Так как Данте начал писать божественную комедию Еще до своего изгнания, Когда Кан был ребенок, То комментаторы полагают, Что стихи о ловчем все Вставлены поэтам уже после, В те дни, когда на Кана Гранде Современники возлагали все свои надежды. Чудовище. Пес ловчий возгордится Нежалким властолюбием, Но в нем и мудрость, и величие отразится. И родиной его мы назовем Страну Фильтро и до Фильтро. Силы Италии он посвятит. Мы ждем. Родиной мы его назовем Страну от Фильтро до Фильтро. Здесь речь идет о Вероне, Которая с одной стороны граничит С Треви-Закою, Где находится местечко Фильтро, А с другой примкает к Романии, Где есть гора, Называется также Фильтро. Что с ним опять воспрянет Из могилы Италия, Где прежде кровь лилась, Кровь девственной, Воинственной Камилы, Где Турн и Низ Нашли свой смертный час. Камила это воинственная дева, Дочь Метаба, Царя Вольск и Турн, Это сын Дауна, Царя Ругулов, Защищая Лациум, Погибли в битве с выходцами из строя. Также был убит Мужественный Низ Вместе со своим другом Эвриал. Преследовать от града и до града Волчицу эту будет он не раз, Пока ее не свергнет В кратер ада. Была оттуда изгнана она Лишь завистью. Спасти тебя мне надо. От этих мест, Где и гибель так верна, Иди за мной, Тебе не будет худо. Я выведу, На то мне власть дана. Тебя через область вечности Отсюда, Через область, Где услышишь ты во мгле Стенания и вопли, Где, Как чудо, Видение умерших на земле, Вторичной смерти ждут И не дождутся, И от мольбы бросаются К хуле. Души грешников, Осужденные на адские муки, Призывают забвение этих мучений, Вторичная смерть. Потом перед тобою пронесутся Ликующие призраки в огне, В надежде, Что пред ними распахнутся, Быть может, Двери в райской стороне, И их грехи Искупятся страданием. Но если обратишься ты ко мне С желанием в раю быть, Тем желанием Давно уже полна душа моя, То есть душа другая, По деяниям. Она меня достойнее, И я ей передам тебя У райской двери, И удалюсь, Печаль свою тая. Я был рожден В иной и в темной вере, К прозрению, Не приведен никем. И места нет теперь мне В райской сфере, И я пути не укажу в Эдем. Кому подвластны солнце Звезды эти, Кто царствует в веках Над миром всем, Того обитель, рай. На этом свете Блаженны все Им взысканные. Стал тогда искать Опоры я в поэте. Спаси меня, поэт, Я умолял, Спаси меня от бедствий Ты ужасных, И в область смерти Выведи, чтоб знал, Я скорбь тени томящих, Несчастных, И приведи меня К священным тем вратам, Где Петр Святой, Обитель душ прекрасных, Век стережет. Я быть желаю там. Мой проводник вперед Шаги направил, И следовал за ним я. Попита. Песня вторая. Во второй песне поэт После обычного выступления Начинает сомневаться В своих силах Для предстоящего пути И думает, что не в состоянии Будет сойти в ад Вместе с Вергелием. Ободренный Вергелием, Он решается, наконец, Следовать за ним, Как за своим наставником И путеводителем. День потухал, На землю сумрак лег, Людей труда к покою призывая, Лишь я один покойным быть не мог, Путь трудный, Утомительный свершая, Все то, что предстояло мне вперед, Страдания и обаяния рая, То в памяти навеки не умрет. О музы, о святое вдохновение, Теперь вы мой единственный оплот, Запомни память каждое явление, Которое заметил только взгляд. Скажи, поэт, Воскликнул я в волнение, Мой путь тяжел, В пути препятствий ряд, По силам или мне подвиг предстоящий, Ты описал, как раз спускался в ад, Герой иной, тогда еще носящий Людскую плоть, И вышел невредим, Сам вечный бог, На свете зло разящий. Герой иной, Это отец Сильвия, Сын Анхиза, Брат Приама, Завоеватель Лацума, Где властвовали его потомки, От которых производит род Ромула, Основателя Рима. Всегда стоял защитником над ним, И чтил родоначальника в нем Рима, И, зная мы, На этот славный Рим Сошло благословение незримо, Святынью источником добра, Да будет град, Где власть неутомима, Наместником святителя Петра, Спустился в ад иной, Тобой воспетый, В нем не нашедшего смертельного, Адра. Но знанием и прозрением согретый, Величий Пап из ада вынес он, Позднее же с земли печальной этой, Сам Павел был на небо вознесен, Где стал опорой нынешнего, Нашего спасения, Но я тяжелым подвигом смущен, Я трепещу за дерзкие стремления, Я не апостол Павел, Ниной, Избрать их путь, Кто дал мне позволение, Вот почему являться в мир теней, Боюсь с тобой, Уж не безумец я ли, Но ты меня мудрее и сильней, Покорствую тебе в моей печали, Как человек, лишенный воли вдруг, В котором мысли новые сменяли, Ряд прошлых дум и помыслов, и мук, Так точно я в пути стал колебаться, И я раздирался с трепетом вокруг, И быстро стала робостью сменяться, Моя решимость, Призрак мне сказал, Ты начал низкой трусостью смущаться, Подобный страх нередко отвращал от славных дел, Так тени зверь боится, Но я рассею страх твой, Я блуждал, Средь призраков и ждал, Когда решится над участью моей приговор, Вдруг слышу, Я не мог не удивиться, Святая Дева в тихий разговор Со мной вступила, Счастья не скрывая, Я о Деве покорился с этих пор. Как звезды неба нежели сверкая, Ее глаза и голос так звучал, Как пение херувимов в царстве рая. О, ты пои, поэт, Чей гений засиял, И будет жить до разрушения света, Иди, На крутизне пустынных скал, Мой друг ждет и опоры, и совета, Препятствиями страшными смущен, И для него погибло все, Ответа я буду ждать. Он будет ли спасен? Иди к нему, И силой строгой речи, Да будет от беды избавлен он. Мне имя Беатричи, Издалече явилась я, Меня любовь вела, Моя любовь с тобой искала встречи, Я помощи твоей с мольбой ждала, В обитель Бога скоро я предстану, И там, где гибнет всякая хула, Тебя я слова сломить громко стану. И Беатричи смолкла. Я сказал, Клянусь, тебе служить я не устану, Ты святости высокий идеал, Ты образ добродетели чудесный, Все радости земли, Что Бог нам дал. Доводишь ты до радости небесной, Тебе легко повиноваться мне, И если бы, О призок пестелесный, Твою я волю выполнил вполне, То все бы, Постоянно мне казалось, Что действовал я вяло, Как во сне, Что дело слишком медленно свершалось, Твои желания мог я оценить, Но отвечай, Как ты не побоялась В жилище преисподнее сходить Из той святой обители надзвездной, Которую не можешь, Ты забышь. Без страха я скольжу Над этой бездной, Сказала Беатрича и поэт, Могу тебе совет я дать полезный, Поверь, Когда злых помыслов нас нет, Нам нечего, Не следует бояться, Зло ближнему, Вот где источник бед, И только зла нам нужно Всем пугаться, Благое небо крепость мне дает, Чтоб не могла страданием я Дерзаться. И даже пламя ног моих не жжет, Там в небеса есть дева Всеблагая, И ей-то Всеблагой Стал жалок тот, Кого спасти-то должен, Сберегая, И ключей пришла с мольбой она, Спеши помочь тому-то, Дорогая. Дева Всеблагая, Это олицетворение, Милосердие, Это то ли образ Бога Матери, То ли Мадонны, Толкователи Данте, Даже в лице Беатричи, Ищут олицетворение, Богословие, Хотя Данте, кажется, Просто воссоздал в ней Образ своей первой, Единственной любви. Беатрича была источником Его еще младенческого Вдохновения. Известно, Что когда Данте Было только 9 лет, Он полюбил Восьмилетнего Прекрасного ребенка Беатричи Портинари, Которая умерла юной. Идеальной любви к Беатричи, Данте оставался верен До конца жизни. Лючия. Фантастический образ, По-видимому, Олицетворение Небесной благодати И сострадания. Которому рука Нужна твоя. И Лючия То место Посетила Любви И сострадания Полна. Где я С Рахилю Старой Говорила И молвила Настал ужасный миг, Что Беатричи Ты Не поспешила Спасти того, Кто в мире Стал велик, Любив тебя. Или ты Не слышишь, Что ли, Знакомый вопль И о спасении Крик? Не видишь, Как жилет Земной юдоли В борьбе Со смертью Грозный Изнемог, Которая страшна Безумной воле, Как океана Бешеный поток. Никто Быстрее Не мчался Мне добычи, Никто От бед Бежать Скорей Не мог, Как бросилась Сюда я, Беатричи, Покинувший Приют Святых теней И одного Тебя На помощь Клича. Ты Даром Слова В мире Всех Сильней, И я В твоих Словах Ищу Опоры. Тогда Она Мне безмолвана, Без речей. Она В слезах Остановила Взоры. И я К тебе На помощь Поспеши. Немедля, Мне страшны Ее укоры. Болчицу Я к тебе Не допустил. И на гору Открыл Тебе Дорогу. Что ж Медлишь Ты, Иль Сердцем Не смирил? Ты Робы Сти Напрасную Тревогу, Когда Три Девы В вечных Небесах За жизнь Твоей Мольбы Возносят К Богу. Когда Во мне Во всех Моих Словах Находишь Ты Привет И Поощрение. Ужиль В тебе Не утихать Страх? Как От Холодных Ветров Доновенья От Стужи Наклоняются Цветы И Утром Вновь Встают В одно Мгновение Под Блеском Солнца Полной Красоты Так Точно Я От Страхов Дукачнулся Воскликнув Будь Благословенна Ты В чьем Сострадании Я Не Обманулся Ты Бодрость Заранившая Мне В грудь Когда Мой Стан От Ужаса Согнулся И Ты Поэт Благословенна Будь И Исполнив Повеление Девы Рая С тобой Готов Начать Я Смело Путь Желанием Трудных Подвигов Сгорая С тобой Мне Не страшна Пучина Зол Видишь Меня Путей Не Разбирая Так Я Сказал И За Певцом Пошел Песня Третье Данте Следуя За Вергилием Достигая Дверей Ада Куда Оба Входят Прочитавшую Фода Страшные Слова Вергилий Указывая Поэту На мучение Которые Заслужили Трусы Ведет Его Далее Они Приходят К реке Называемой Ахерон У которой Находят Харона Перевозящего Душ На другой Берег Когда Данте Переехал Через Ахерон То Он Заснул На берегу Этой Реки За Мной Мир Слез Страданий И Мучений За Мной Скорб И Без Грани Без Конца За Мной Мир Павших Душ И Привидений Я Правосудие Высшего Творца Могущества И Мудрости Создания Творения Небесного Отца Воздвигнутое Раньше Мироздание Передо Мной Прошел Столетний След Удел Мой Вечность Вечность Наказания За Мной Ни Для Кого Надежды Нет Над Входом В Тартер Надпись Та Чернела Я Страшные Слова Прочел Поэт Смысл Этих Слов Восклинул Я Несмело Наводит Страх Вергилий Угадал Что Сердце У Меня Оледенело Здесь Места Страху Нет Он Отвечал Мы Подошли К Обители Печали Тех Павших Душ Вергилий Продолжал Что На земле Безумцами Блуждали И Мне С улыбкой Руку Жал Певец Что На земле Безумцами Блуждали Те Которые На земле Были Поражены Безумием А безумие В этом месте Нужно Понимать Не Смысли Умопомешательства Как Общее Понятие Здравых Смысл А Как Общее Понятие Здравый Смысл Которое Часто Подавляется Страстями И Мне С улыбкой Руку Жал Певец Я Стал Бодрее И Вот Мы Увидали Обитель Вечной Тайны Наконец Где Безрассветно Мураки Раздавались Вопль Истинание Из конца В конец Повсюду Стоны Где бы Не Являлись Я Заплакал Выдержать Не мог Мы Ближе Вопли Грешников Сливались Смесь Разных Языков В один Поток Хулы Проклятия Бешенства Ужасные Движения Рук Ног Все В гул Сливалось В общем Завывании Так Ураган Крутит Степень Ней Пески Ребеты Губят Все Без Сострадания В неведении Исполненной Тоски Воскликнул Я Недовольно У Учитель Ужель Грехи Теней Так Велики Теней Попавших Страшную Обитель И Кто Они Ничтожество Они В толпе Людей Сказал Путеводитель Желчайшими Их тварями Считали Им На земле Кругом Себя Сгляни Хулы Иль Похвалы Не Воздавали Теперь Они Вступили В сон Духов Которые Творцу Не Изменяли Но Грех Давил Их Тяжестью Оков И Не Было В них Веры В Провидение Великий Бог Их Свергнул С Облаков Чтоб Небеса Не Знали Осквернение И Даже Ад Впустить Их Не Хотел В Аду Гнушалось Даже Преступление Ничтожеством И Мерзостью Их Дел Какие Женозначенные Муки Какой У них Наставник Мой Удел Пронзительные И Страшных Воплей Звуки И Отверчал Вергилий Лишены Они Надежды Скованы Их Руки В Их Настоящем Скорби Так Сильны Что Худше Доли Большему Мучению Они Всегда Завидовать Должны Мир Их Забыл И Нет Конца Забвению Их Не Щадят Но Также Не Казнят Приговоривши К Вечному Презрению Но Прочь От Них И Брось Вперед Свой Взгляд Иди Теперь За Мно Не Утомимо Я Сделал Шаг Но Отступил Назад Передо Мной Промчалось Знамя Мимо Так Быстро Словно Вихрь Уносил Его Было Что Столько Жизней В мире Столько Сил Смерть Призраки Немые Обратила Один Из них Мне Словно Был Знаком Известный Образ Память Сохранила Смотрю Да Это Точно Он О ком Народ С презрением Часто Отзывался Кто Покривя Душой И Языком Высоким Отречением Запятнался В буквальном Переводе Взглядываюсь И узнаю В ней Того Кто Опозорил Себя Высоким Отречением Это Место Очень Спорное Некоторые Предполагают Что Данте Подразумевал И Савва Продавшего Право Первородства Предположение Более Чем Неправдоподобное Другие Диоклициана Отрекшегося От престола Папу Целестина Пятого Сложившую Папскую Тиару По Проискам Кардинала Данани Впоследствии Папы Бонифация Восьмого А также Ториджиано Де Черки Предводителя Партии Белых Отказавшуюся От начальства Над войском Учитывая то С каким ожесточением Преследовал Данте В своей поэме Папскую Власть Скорее всего Речь идет О Целестине Пятом Тем более Что отречение Этого Папы Свершилось При жизни Поэта Скандальный Характер Этого Отречения Поразил В свое время Всю Западную Европу Говорили Что каждую Ночь Кардинал Дананьи Искавший Папского Престола Прятался В храме Где молился Папа И приказывал Ему Сложить Тиару Целестин Повиновался Принимая Его слова За голос Свыше Это Объяснение Как и многие Другие На которые Мы указываем Делает Переводчик Дантовского Ада Фан Дим Прокомментирующий Данты По древнему Словарю Тут Понял Я Что Этот Сон Теней Собранием Душ Отверженных Являлся Презренных Для врагов И для друзей Их жизнь Была Не жизнь А Пораззебание И здесь Теперь При наготе Своей Достались Эти жалкие Создания На жертву Насекомых Мух И ос И терпят Беспрерывные Терзания По лицам Их Мешаясь Тонком Слез Струилась Кровь И к их Ногам Стекала Где множество Червей В крови Велось И эту Кровь Мгновенно Пожирала От них Я отвернулся Вдалеке Немало Новых Призраков Стояло На голом Берегу Столпясь В окрике Учитель Я спросил Чьи тени Эти Что переправны Словно ждут В тоске Их вижу Я едва При тусклом Свете Об этом Ты узнаешь Молвил он Когда я Побледнел При том Ответе Откроется Пред нами Охерон Мы дальше Шли И я хранил Молчание Пока не Увидал Со всех сторон Большой реки Бешавшей Бежесть Журчанье Вот подплыл К нам Седой старик Челне О горе вам Преступное Создание Он закричал Вергилию И мне Надежды Все вам нужно Здесь оставить Вам небо Не увидеть Вышене Я здесь Чтобы туда Вас переправить Где холод Вечный Царствует И ночь Где пламя В состоянии Все расплавить А ты Он мне сказал Отсюда прочь Среди умерших Нет Места Живому Не в силах Любопытства Превозмочь Не двигался С места По иному Пупы Уйти Ты поплывешь Прибавил он И переправит К берегу Другому Тебя Челн легкий Знаешь Ты Харон Ему Сказал Мой Спутник Хладнокровный Что Ты Напрасный Гневом Возмущен Тот Волей Чья Закон Есть Безусловный Так Повелел И Должен Ты Молчать И Скмолкнул Разом Лодочник Огромный И Перестали Бешенством Сверкать Его Глаза В Их Огненных Орбитах Но Призраки Успев Слова Поймать Проклятием Разразившись В ртах Открытых Их Зубы Стали Громко Скрижетать В их Мертвых Лицах Язвами Изрытых Явилась Бледность Нагло Изрыгать Они Хулы На целый Мир Спустились Творца И Предков Стали Проклинать И Разя К ужасной Переправе Устремились Избегнуть Общей Кары Им Нельзя И Гнал Харон Глазами Вдруг Сверкая Вселом Отставших Призраков Разя Как В осень Листья Падают Мелькая Пока Ветвей Совсем Не Обнажат В наряд Повлекшись Землю Облекая Так Тени На пути Глубокий Ад На зов Гребца В ладью Его Бросались Теснились И Помещались В ряд И Два Они Через Поток Помчались Как Перевозу Страшному Опять Уже Другие Призраки Избегались Мой Сын Сказал Поэт Ты Должен Знать Что Души Осужденных Прилетают Отовсюду К Ахерону Разгадать Они Своё Грядущее Желают Спеша Переплывать Через Поток И Вечно Их Желания Пожирают Узнать Ту Казнь Что Ждет Их За Порог Еще Никто С душою Неразвращенный Здесь Через Реку Переплывать Не мог Вот Почему Отверг Харон Бессонный Тебя Мой Сын И Гневом Заплылал Твоим Явлением Сильно Раздраженный Поэт Умолк И Вдруг Я Услыхал Ужасный Грохот Почва Задрожала Холодный Под На теле Выступал Над Головою Буря Застонала И Полосой Кровавой В небесах Извелистая Молния Сверкала Меня Сковал Какой-то Новый Страх И Я В одну Минуту Чувств Лишился Не в силах Удержаться На ногах И Как Во сне На землю Опустился